Азербайджан. Страна на востоке Южного Кавказа, у берегов Каспийского моря. Общая площадь 86 тысяч квадратных километров. Граничит на севере с Российской Федерацией, на северо-западе с Грузией, на западе с Арменией, на юго-западе с Турцией, на юге с Ираном. Протяжённость сухопутных границ 2647 километров. Морских границ 816 километров. Население 10 миллионов 383 тысячи 704 человека. Столица города Баку. Месяц назад Азербайджан отметил 30-летие восстановления независимости. С президентом Азербайджана Ильханом Алиевым формула власти встречалась не раз. Но каждый раз наши встречи носили очень интересный, содержательный, глубокий характер. Сегодня я хотел бы начать наш фильм с эпизода беседы, который состоялось 10 лет назад. Владимир Владимирович, хотите, не хотите, полтинник на пародии. Сделано очень много. Вот лично для себя, какие вы ставите перед собой задачи на следующий полвек? Ну, в жизни, я скажу вам откровенно, я никогда ничего вперёд не загадываю. Стараюсь не загадывать. Но как президент я не могу себе этого позволить, потому что если не думать о будущем, то очень трудно будет решать вопросы сегодняшнего дня. Но я смотрю на это вот именно, как вы сказали, на полвека вперёд в сфере энергетики. Это на 100 лет. То есть на 100 лет Азербайджан становится как минимум незаменимым и очень важным игроком на международном энергетическом рынке. В транспортной сфере мы создаём такую транспортную инфраструктуру, которая на века будет работать на благо нашей страны и образования. Это тоже ведь на десятилетие вперёд. В плане... Это инвестиции в будущее. Конечно. Подготовки кадров, информационной технологии. Мир движется вперёд, и мы должны успевать. Если есть желание, и политическая воля, и хороший такой вот энтузиазм, то можно многое сделать. С той поры минуло 10 лет. Месяц назад Азербайджан отметил 30-летие своей независимости. А президент Азербайджана Гамалиев отметил свой 60-летний юбилей. Страна зреет, набирается опыта, занимает всё более значимое место в мире и заявляет об этом с трибуны Генеральной Ассамблеи ООН. Осуществление целей устойчивого развития ООН имеет особое значение для Азербайджана, который является одной из 12 стран в мире и первым государством в своём регионе, предоставившим третий добровольный национальный отчёт об исполнении повестки дня 2030 года. Экономика Азербайджана за последнее десятилетие выросла более чем в три раза. Азербайджан вошёл в группу государств со средневысоким уровнем дохода. В стране наблюдается устойчивый демографический рост. Растёт нефтедобыча. Азербайджан сегодня в числе лидеров в достижении мировой энергетической безопасности. 14 сентября 2017 года в Баку подписано новое соглашение о совместной разработке месторождений Азери, Чирак и глубоководной части месторождения Гюнашли. В проект инвестировано свыше 36 миллиардов долларов. Добыто 500 миллионов тонн нефти. 29 мая 2018 года официально открыт транса-натолийский газопровод Танап. Важная часть южного газового коридора. Подтверждённые запасы газа в Азербайджане составляют 2,6 триллиона кубометров. Прогнозируемые запасы около 3 триллионов кубометров. Ну, Азербайджан исторически страна нефтедобывающая. Но при этом вы уже много лет говорите о том, что Азербайджану необходимо избавиться от зависимости от, так сказать, нефтяной иглы. Вы совершенно правы. Эта тема очень активно мною поднималась и поднимается. И делаются определённые шаги в этом направлении. Поэтому ориентация на ненефтяной сектор была и остаётся главным приоритетом. Азербайджан реализует проекты региональной связи. Транспортные коридоры Восток-Запад, Север-Юг и Север-Запад сделали страну одним из основных транспортных и логистических центров Гебразии. Вступил в заключительную стадию азербайджанский участок транспортного коридора Север-Юг. Этот коридор соединит Индию, Пакистан, Иран, Азербайджан, Россию и страны Северной Европы. На территории Азербайджана практически завершены все транспортно-коммуникационные проекты. Создание транспортно-логистической инфраструктуры завершено. И сегодня мы работаем с партнёрами, с соседями для того, чтобы увеличить транспортировку и повысить азербайджанские транзитные возможности. 30 октября 2017 года сдана в эксплуатацию железная дорога Баку-Тбилиси-Карс. Обеспечено соединение трансевропейской и трансазиатской железнодорожных сетей. По сути, восстановлен древний шёлковый путь. 14 мая 2018 года в посёлке Алят городакского района Баку торжественно открыт комплекс Бакинского международного морского торгового порта. Его грузоперевалочная способность 15 миллионов тонн. Этот объём может быть увеличен до 25 миллионов тонн. Свободная торговая зона, создаваемая по поручению президента Ильхама Алиева в посёлке Алят, будет обслуживать рынок регионального масштаба, который охватит 130 миллионов человек. Азербайджан проводит банковскую реформу для привлечения больших инвестиций в различные отрасли экономики. Сектор информационно-коммуникационных технологий. Здесь также есть неплохой задел. Азербайджан уже член космического клуба, располагающий тремя спутниками. И сфера ИКТ очень активно развивается и очень существенный рост в этой сфере. Что касается отраслей, в первую очередь, конечно, я бы отметил сельское хозяйство, где очень большой потенциал и очень большие инвестиции были вложены. И рост достаточно существенный. Большое внимание мы уделяли и уделяем туризму. И создана современная туристическая инфраструктура. Но, конечно, пандемия очень сильно ударила по этому сектору. Мы сейчас думаем о стимулировании внутреннего туризма. Пандемия коронавируса, трагически охватившая весь мир, конечно, не могла не сказаться и на жизни в Азербайджане. Руководство Азербайджана сделало все возможное, чтобы противодействовать проникновению коронавируса в страну, его развитию. Надо сказать, что действия азербайджанской власти получили высокую оценку в семерных организациях долгого хранения. Январь 2021 года. Начало кампании вакцинации в Азербайджане. Объем доз вакцин, использованных на каждые 100 человек, превышает 80%. Для поддержки населения и субъектов предпринимательства представлен социально-экономический пакет в объеме 2 миллиардов 700 миллионов долларов. Добровольное финансовое вливание Баку в программы ВОЗ составило 10 миллионов долларов. Гуманитарная и финансовая помощь оказана более чем 30 странам. В 4 страны безвозмездно поставлено 150 тысяч доз вакцины. И, кстати, ту работу, которую мы организовали, осуществляем, оценила и Всемирная организация здравоохранения. В письме генерального директора этой организации, адресованном мне, были высоко оценены действия азербайджанского руководства, а также Азербайджан был назван образцовой страной, то есть страной, которая показывает пример в борьбе с этим бедствием. Май 2020 года. По инициативе президента Ильхама Алиева в Баку проходит саммит стран-контактной группы движения «Неприсоединение». Он посвящен борьбе с COVID-19. В 2021 году юбилейным для движения «Неприсоединение» решением 120 членов организации председательство Азербайджана продлено до 2023 года. Азербайджан был избран единогласно председателем движения, что также является очень показательным фактором, поскольку, как вы знаете, в движении участвуют 120 стран, и между некоторыми из этих стран существуют, мягко говоря, напряженные отношения. Но то уважение и доверие, которое было проявлено к нам, показывает, что Азербайджан на международной арене сумел завоевать очень большой авторитет. Декабрь 2020 года. По инициативе президента Азербайджана проведена специальная сессия Генеральной Ассамблеи ООН на уровне глав государств и правительств, посвященная борьбе с коронавирусом. В ходе выступления на 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН Ильхам Алиев выступил с новой инициативой. Мы предлагаем создать панель высокого уровня ООН по всеобщему восстановлению после COVID-19, которая подготовит рекомендации относительно глобальных мер в постпандемический период. Азербайджан уверенный и активный участник большинства международных организаций. Он был непостоянным членом СССР безопасности. Азербайджан активно работает в системе Содрунственного независимого государства, БСЕ и так далее. Что касается Азербайджана, во всех организациях, в которых мы участвуем, мы участвуем именно для того, чтобы эту организацию усилить, а также обеспечить максимум свои национальные интересы в рамках деятельности в этой организации. Любая международная организация состоит из могущественных стран, из среднячков и стран, которым еще нужно чуть-чуть подрасти. И поэтому здесь учет интересов всех стран также является важным. Поэтому взаимное уважение в рамках международных организаций считаю, что одним из важных приоритетов Азербайджан всегда во главу угла ставит верховенство закона и верховенство международного права. В Азербайджане с самых древних времен в мире и добрососедстве жили представители самых разных религиозных и этнических групп, самые разные народы. Я это знаю не понаслышке. И поэтому со всей уверенностью могу сказать, что мультикультурализм у азербайджанцев в крови. 2 мая 2018 года в Баку собрался 5-й Всемирный форум по межкультурному диалогу. ООН оценивает этот форум как важную глобальную платформу для поощрения межкультурного диалога. И, конечно же, обращаясь к молодому поколению, хотел бы сказать, чтобы они учились жить, бороться на примере своих предков. самоотверженно, самозабвенно, с высоким чувством патриотизма, проявляя героизм, не жалея себя своей жизни, защищая свою родину. 10 лет назад, во время беседы с президентом Азербайджана, мы обсуждали с ним очень болезненный вопрос ситуации вокруг Нагорного Карабаха. Сложнейший узел политических проблем, завязанных в этот ужасно трудный узел, который, конечно же, как-то требует разрешения. Вот как по-вашему, это узел, из который можно развязать один за другим, вытягивая концы его создающие? Или это Гордиев узел, который можно только разрубить? Есть резолюции Совета Европы, Европарламента, решения ОБСЕ, резолюции Исламской Организации Сотрудничества, других организаций. Все они требуют одного и того же, чтобы территориальная целостность Азербайджана была восстановлена. Это наше суверенное право. Сентябрь 2020 года. Новый виток военного конфликта в Нагорном Карабахе. Спустя 44 дня, в ночь с 9 на 10 ноября, при посредничестве России, при личном участии президента Путина, подписано трехстороннее соглашение о прекращении огня. Принято решение о размещении в Карабахе российского миротворческого контингента. При решающем вкладе России остановлен конфликт в Нагорном Карабахе. Российские миротворцы надежно гарантируют меры безопасности региону. Азербайджан военно-политическим путем урегулировал 30-летний конфликт, восстановил свою территориальную целостность и историческую справедливость. Нагорно-Карабахский конфликт остался в прошлом. Решением президента Алиева Карабах объявлен зоной зеленой энергии. В ближайшие 4 года там будет построена новая солнечная электростанция мощностью 240 мегаватт. К 2030 году в планах реализовать по всей стране еще 10 подобных проектов. 2016 год. Азербайджан ратифицирует Парижское соглашение по климату. Добровольно берет на себя обязательства по снижению до 2030 года уровни эмиссий газов, создающих тепловой эффект, на 35%. Сегодня доля возобновляемой энергии в общем производстве энергии в стране составляет 17%. Ближайшая цель через 10 лет удвоить эту цифру. Азербайджан в последние годы проводил огромное количество крупнейших мероприятий спортивных, культурных, политических, экономических, разной формы. Вот каким, обвинется, мир в постпандемический период. Это мир, которым нам все придется жить. Мир уже другой. И мы постепенно привыкаем к новому формату работы, к новому формату жизни, к режиму самоизоляции. Конечно, мы испытываем дефицит общения. Что касается международных форумов, вы совершенно справедливо отметили, что Азербайджан стал уже важной площадкой, в первую очередь, для гуманитарного сотрудничества и Кинский международный гуманитарный форум, который проводится под патронатом президентов России и Азербайджана, и в становлении которого вы, Михаил Соломонович, лично сыграли огромную роль, и форум межкультурного диалога, и многие другие мероприятия, проведение которых сегодня отложено, вызывают вопросы, как мы будем проводить. Но главное, я думаю, все-таки сохранить содержание, и в том числе в вопросах международной политики, сохранить позитивный опыт сотрудничества. 25 лет назад, в 1997 году, Россия и Азербайджан подписали договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной безопасности. В 2008 году этот договор был подкреплен Декларацией о дружбе и стратегическом партнерстве. Несомненно, что в основе двусторонних отношений между нашими странами принципы раноправия и добрососедства. Собственно, они и есть продолжение вековых традиций дружбы, взаимного уважения, которые веками складывались между народами России и Азербайджана. Я хотел бы коснуться ваших отношений с президентом России Владимиром Путином, с которым у вас сложилось достаточно, я знаю, плотное, товарищеское, то, что называется personal chemistry, личное отношение. Вы наносили визиты в Россию, президент Путин бывал в Азербайджане. Как вы отметили, с президентом Российской Федерации мы встречаемся довольно часто и в России, и в Азербайджане. Поэтому наше общение и встречи дают очень позитивный импульс развитию нашего взаимодействия и политическое взаимодействие находится на очень высоком уровне. 24 декабря прошлого года президент Азербайджана Ирхам Алиев отметил свой 60-й день рождения. Президент России Владимир Владимирович Путин тепло поздравил Ирхама Алиева с этим юбилеем. Благополучие, процветание его стране прежде всего, потому что я знаю уже много лет главная цель его жизни, ну, собственно, как любого порядочного человека, который занимает столь высокий пост, заключается в том, чтобы его стране было хорошо, его людям было хорошо, азербайджанскому народу чтобы было хорошо. Вот я прежде всего желаю, чтобы он был успешен в реализации своих жизненных целей, жизненных установок. Ну, конечно, благополучие, здоровье. Я боюсь что-нибудь перепутать в азербайджанском фольклоре. По-моему, есть такая пословица, поговорка у азербайджанцев. Настоящий друг, он через век друг. Вот он должен знать, что у него есть друзья, в том числе в России. Мы надеемся, что и он относится к нам, к России с такими же чувствами. Желаю ему всего самого доброго и поздравляю с юбилеем. План действий по развитию ключевых направлений российско-азербайджанского сотрудничества на период до 2024 года это пять дорожных карт, в рамках которых предусмотрено. Снятие барьеров в торговле, развитие транспортной инфраструктуры, создание совместных наукоемких производств, рост взаимных туристических обменов. Ну и конечно обязательно нужно отметить и как мы всегда делаем с президентом России сотрудничество в гуманитарной сфере. Думаю, что оно является образцом сотрудничества между соседями и в России очень высоко ценят, что более 330 школ с обучением на русском языке в Азербайджане существуют и филиалы ведущих российских вузов и достаточно насыщенная культурная программа. Мы находимся в постоянном контакте и работаем как близкие друзья и партнеры. сегодняшний Азербайджан устроен в будущее. Успешно развиваются экономические реформы, сельское хозяйство и промышленность показывают высокую эффективность, созданы прекрасные условия для бизнеса. Род Азербайджана занят созиданием. Конечно, сделано много, но ради дальнейшего процветания страны президент Алиев ставит все более высокие цели и масштабные задачи. Азербайджан моя отчизна, честь и достоинство, моя совесть. На протяжении веков мы ценой человеческих жизней завоевывали право называть эту землю Родиной. Здесь мои родные и близкие, моя работа. У Азербайджана своя позиция и свой голос в мире. Азербайджан для меня это все. Моя Родина, земля, отчий край, где я родился, вырос и счастливо живу. Это земля, в которой от степи до высоких гор просекается безграничная уникальная природа. Служить своей Родине долг каждого гражданина. Я делаю и буду делать все для благополучия своей Родины. У Азербайджана много задач впереди. Мы готовы отдать жизнь за свою Родину. Спасибо. Азербайджан 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 Субтитры создавал DimaTorzok